Ума есть судьба, энергия судьбы. Кто-то признаёт, что есть судьба, кто-то считает, что мир соткан из хаоса. Но так или иначе, признают люди или нет, они всё равно, им придётся жить по своей судьбе. Потому что есть два варианта вообще принимать этот мир. Первый вариант — это то, что ко мне что-то приходит в жизни случайно. Это значит, что нет никаких правил. Случайный мир решает человека правил. Допустим, я сама нашла себе близкого человека. Ну, то есть, не понравилось, я сама бросила. Но когда твой сын спросит тебя, «Мама, это ведь не случайно, что вы у меня есть? Это же мой папа, правда? А ты моя мама, правда? И вы у меня одни». Маме такой, которая считает, что всё случайно, уже трудно объяснить ребёнку, потому что его правда лучше, чем её, правильнее. Он-то ребёнок, потому что больше любви к родителям, он чувствует, что всё не случайно. Это мои близкие люди, я не хочу других, мне хочется только этих. Но если я не хочу принимать своего близкого человека, тогда эта философия случайности становится более выгодной. Я говорю, нет, нет, у тебя, да, у тебя всё не случайно, а у меня с ним всё случайно. Ну, хорошо, если это так, тогда давайте объяснить некоторые закономерности с позиции вот этих моей философии случайности. Закономерности заключаются в том, что иногда я хотела уйти, но не могла. Я вроде хотела уйти от близкого человека, но не могла. И некоторые люди считают, что он меня держит рядом с собой. Ну-ка попробуйте кого-нибудь задержать рядом с собой. Вот, допустим, вы можете меня сейчас задержать на лекции? Так раз, чтобы я не ушёл, читал. Я такой был, ситуация сейчас в Питере на предпоследней лекции. Там просто так сделали, что я сел, и люди меня окружили. И уже когда час беседы прошёл после лекции, я говорю, мне надо идти, но они меня не отпускают физически. Вот это понятно. Физически мы можем задерживать, но если физической задержки нет, мы не можем держать друг друга рядом друг с другом. Это держит Бог, это Он находит нам друг друга, это Он нас соединяет, даёт нам чувства друг другу и держит это чувство друг с другом. И если мы разрушаем отношения, мы идём против воли Бога, получается. Сразу возникает вопрос, а почему я должна жить и мучиться? Мучиться не надо. Если вам тяжело, вы можете жить чуть подальше друг от друга. Если легко, можно чуть поближе. Увеличивая дистанцию, можно таким образом избежать страданий. Но если человек увеличивает дистанцию, считает, что теперь мы не вместе, то это уже неправильное мышление. Видите, я сейчас зарядил тему очень сложную. Я не буду дальше об этом говорить, это просто как рыбаки жму их бросают. Ничего нет, но интересно. Рыбка, она чувствует, что-то есть, и искать начинает. Вот тема эта очень интересная, но она очень сложная, поэтому мы не будем сейчас её дальше объяснять. Мы пойдём дальше по строению человека. Итак, есть ум. В центре ума, вот здесь вот, ум захватывает всё пространство нашей жизни. В каждом органе, в каждом теле. У него есть глаза, уши, обоняние, осязание, то есть у него есть, вернее, неправильно сказал, у него есть слух, зрение, обоняние, осязание, вкус ума. Ума есть чувства. Чувства не принадлежат грубому телу, не принадлежат уму. Я потом это докажу легко, чуть попозже. Вот есть органы чувства, есть чувства. Различайте уши и слух. Это разные вещи. Слух — это тонкая вещь, а уши — грубые. Итак, очень важно знать, что вот здесь вот в области сердца, не в сердце, как говорят, душа в сердце, потом к пятке ушла. Нет, в области сердца, на тонком, невидимом плане находится душа прямо в самом центре вот здесь вот груди. И душа — это я. Как говорят, у меня есть душа. Вот когда ты сказал «у меня», ты сказал про душу. Поэтому эта фраза, она немножко противоречивая. У меня есть душа. Когда ты сказал «у меня», ты как раз говорил про душу. То же самое, когда собака себя ощущает, она тоже точно так же, она именно душой себя ощущает, а не чем-то другим. То есть душа — это я. Ощущение себя — это и есть душа. И душа, по факту, имеет и ум, и эго, и разум. Всё это энергия души. Итак, в области сердца вот здесь душа окружена определенным шаром энергетическим, психическим. И этот шар как раз является событиями, поступками всеми, которые мы совершали. Сразу возникает вопрос. А когда совершали? Мы возникли из ничего, или мы были до этого? Если были до этого, значит, мы как-то жили. Если жили, то как жили? Все эти вопросы задают все люди себе. И согласно ведической культуре, ведической традиции, когда ребёнок рождается с ДЦП, это значит, он в прошлой жизни набедокурил, и поэтому он страдает сейчас в этой. Иначе непонятно, зачем, за что наказан он. Я-то понятно, за что наказан? Я уже тут много чего сделала в этой жизни. А он-то за что он только родился и уже больной. За что он наказан? Сразу, видите, возникает чувство несправедливости, если не понять, что он до этого жил, этот ребёнок, и он что-то делал. Если наблюдательный человек, то он может понять, что он точно жил наблюдательный. И тем более, если он знает, как вообще меняется вот эта вот возможность жить. Ну то есть, допустим, веды объясняют, что мужчина всегда привязан к женщине, поэтому в следующей жизни получает женское тело. Если мужчина ведёт отречённую жизнь, он в следующей жизни получает мужское тело. Если женщина ведёт эту самодостаточную отречённую жизнь, в следующей жизни женское тело. Если она постоянно думает о мужчина, получает мужское. возьмем маленького ребенка девочку девочки бывают двух категорий одни ведутся как мальчики всех бьют очень смелые но потом у них это проходит со временем потому что они сознают себя в этом теле более серьезно а бывает девочки очень такие сразу хрупкие нежные никого не бьют очень по-доброму себе вы наблюдали такую картину что девочки бывают двух категорий так но когда девочки вырастают все одинаковыми становятся они все на становится добрыми пугливыми нежными ласковыми так мальчики тоже в детстве одни мальчики очень пугливые а другие очень храбрые те которые храбрые они мужское тело имели в прошлой жизни а те которые пугливые женское потом все мальчики становятся мужественными но факт остается фактом что в детстве ребенок он меняется это трансформация тела тонкого или психического тела или тела ума идет всю жизнь вот если взять девушку юную она очень хрупкая нежная ласковая но чем больше она имеет отношения с мужчинами с мужем она живет всю жизнь то она перенимает его качество и к старости женщина девочка не такая уже хрупкая нежная ласковая она такая она решительно она готова всех это покоцать вот теперь мужчина в юности он храбрый смелый там такой волевой да но дедушка он такой добрый ласковый смиренный что он перенял качество от женщины он уже как бы с ней жил всю жизнь он перенял от нее качество на него они поменялись местами в следующей жизни он у него тонкое тело уже готово быть женщиной старости и поэтому он ведет себя очень скромно нежно ласково но мы знаем допустим аскетов есть мужчина ски это они так и остаются до старости очень сильными строгими у них мужское начало очень выражено и есть аскетичные женщины тоже к старости они очень смиренные ласковый нежный то есть ничего не меняется видите тонкое психическое тело она меняется в зависимости от отношений как леонтьев написал песню одну восьмидесятые годы там выставка собак выставка собак нет это выставка хозяева собак и как такой клип идет там собаки такие пудели ира тоже люди такие же как пудели идут они очень похожи друг на друг собаки и люди заметили что когда собачку любят она похожа на своих хозяев такая же точно выглядит также вот это означает деятельность тонкого тела понимать тонкое тело но люди когда пять лет вместе живут мужчина они уже похоже становятся почему потому что идет взаимодействие дух психических тел они формируются в отношениях становится похожими видите очень практично видно вот это вот работает система и следует понимать что если ты общаешься с человеком служа ему то тогда ты передаешь больше ему хорошие качества и принимаешь от него хорошие качества а если ты общаешься с человеком желая от него чего-то то чем более грубые корыстные у тебя желание тем более низкую энергию ты получаешь от этого человека и все это откладывается вот здесь вот в этом центре то есть есть душа и шарик вокруг него в нее называется глубинная память о нашей жизни все это там откладывается в этой памяти и там формируется наша судьба эта энергия памяти взаимодействие с пространством создает определенные условия для жизни то есть этот шарик меняется это он радужный человек видит все красивым миром и к нему тоже хорошо относится то наоборот печальным человеком становится в целом из этого шарика в детстве больше выходит хороших событий там находится события жизни судьба означает забыть и поэтому в детстве человек все смотрит ярким и красивым взглядом и от него исходит энергии счастья все радуются детям когда человек ребенка видит он радуется ему то что от него исходит счастье носка с возрастом от человека уже меньше энергии счастья исходит с возрастом но человек может быть счастливым сам по себе то есть он может утверждать счастье и это называется мудрость то человек мудро в возрасте тоже может быть красивым но эта красота не исходит от естественное во его состоянии она исходит от его внутренней силы от его способности жить чувствуете разницу между детской красотой а нас под спонтанная и красотой взрослого человека который может быть несчастным и мучить всех вокруг потому что он неправильно живет не знает надо жить или он наоборот побеждает свою судьбу становиться счастливым и где приносит радости вокруг я опираюсь на древнем ведическом знании то есть она раскрывает структуру психики человека это очень практично для работы хотя все древние знания они очень мудрые и всем есть мудрость в них она переплетается между собой везде говорят примерно одно и то же вот но вот именно объяснение психики человека с позиции строения какого-то это вот хорошо разобрана именно ведах следует знать что существуют три основные составляющие психики человека которые взаимодействия между собой создают нашу жизнь первая составляющая это понимание себя как личность то есть человек осознает себя даже когда человек психически будет психически болен он себя не понимает но зато он себя все равно осознает он понимает что он личность ему надо защищаться от каких-то опасностей понимание себя как личности состоит из двух основных функций первая функция это страх это страх человек боится за свое существование вторая функция это бесстрашие или бескорыстие когда человек смело отдает себя кому-то чему-то в жизни и страх и бескорыстие и бесстрашие они нужны обе эти функции но когда преобладает бескорыстие или бесстрашие и тогда эгоизм человека приносит человеку счастье а когда преобладает страх то эгоизм приносит защиту человеку Он даёт человеку возможность выжить, но не делает его счастливым. И бывает ситуация, когда человеку надо выживать. Допустим, какие-то военные события или переезд в другое место жизни. Человек просто пытается делать всё, чтобы выжить. В это время само понятие счастья, счастливая жизнь, оно не сильно его волнует. Ему нужно просто как-то сохранить себя, свою семью. Так действует эгоизм человека. Но если человек чувствует себя более устойчивым, более-менее устойчивым в жизни, но при этом всё равно его цель — это корысть, то есть он хочет именно прежде всего себя сделать счастливым, то он вольно-невольно вступает в диссонанс своими родственниками, с друзьями, с этим миром. И это вызывает такое заразное чувство конфликта, потому что эгоизм — это самое сильное влияние, которое мы можем оказывать на Личности, на людей. Допустим, человек разгневался. Сразу тот, с кем мы общаемся, тоже гневается. Так устроен этот мир, что очень трудно контролировать себя, когда тебя оскорбляют. То есть воздействие на эгоизм является самым сильным сигналом к защите. И самообладание в этом случае срабатывает не у всех. У вас здесь места записаны, да? То есть каждый на своё место садится? Да? Значит, да, значит, видите, как надо садиться, значит, по своим местам. То есть следует просто понять сейчас на лекции, что самое сильное влияние на человека оказывает чувство собственного достоинства или эгоизма. Если у мужа и жены чувство собственного достоинства не работают одинаково, одинаково сильно, одинаково достойно, то тогда один начинает вести себя бесцеремонно, а второй унижен. Понимаете, да? Ну, то есть чувство собственного достоинства у одного человека не чувствует себя достойным, а у другого слишком сильно чувствует себя достойным. И всегда страх или желание самосохранения или эгоизм, он заставляет человека принимать более сильное положение даже по отношению к близким людям. Часто мы из страха, что мной будут манипулировать, что меня задавят как-то в отношении. Пытаемся быть сильнее. И это приводит к разрушению семьи. То есть, видите, понимание себя как Личности начинается с этого самого простого — это эгоизм человека, чувство собственного достоинства. Это чувство работает или в страхе, или в знании. Когда оно работает в знании, человек становится добрым, хорошим, культурным, воспитанным. То есть, он верит, во что-то верит. У него эгоизм бескорыстен из-за того, что он знает, что так лучше, что у него есть какая-то вера во что-то светлое. Возьмем, допустим, маленького грудного ребёнка. У него также есть все три функции психики — эгоизм, ум и разум. Всё это есть. Но у него эгоизм у маленького ребёнка работает только основываясь на страхе. Поэтому у него нет никакого здравого смысла в том, что он делает. Допустим, мама никуда не ушла далеко, она находится рядом, но чуть-чуть скрылась из глаз, и он начинает кричать. И кричать очень жестоко. То есть, он не оставляет шансов на какой-то выбор. То есть, его эгоизм, он включается очень бескомпромиссно, сильно. И сигнал тревоги такой. И скорая помощь. И мама бежит, как к своему ребёнку, хотя оснований нет никаких. То есть, нет никакой опасности. Просто ребёнок, он ещё только начал жить в этом мире. И он ничего здесь не знает, не понимает, как это всё устроено. И ему всё страшно. Он боится чужих людей, даже если добрый взгляд. Часто ребёнок не принимает отношений. Он может со стороны, если ты на него смотришь хорошо, он может тоже на тебя хорошо посмотреть. Но если ты пытаешься его взять на руки, то включаются сирены. То есть, включается этот механизм защиты. Но если взять, допустим, животных, посмотреть на животных, то у них то же самое. Так как у них нет знания об этом мире, у них разум очень слабый, животных, поэтому они всего боятся. Допустим, птицы близко к себе не подпускают, хоть они очень любопытные. Допустим, я помню, я читал, люблю читать санскритские стихи, наизусть повторять их. И я возле своего дома ходил, читал, и одна птичка прилетела, такая, по-моему, дрозд, черненькая такая, начала смотреть, так крутить головой, и подчеркивать, когда я читал эти стихи, она, я читаю, она подчеркивает. Она сидела прямо надо мной на ветке и подчеркивала. Но если я на неё смотрел, она такая, как бы, ёжилась и делала вид, что у меня её нету. Или вообще хотела улететь. Ну, то есть, самый лучший вариант отношений с ней было делать вид, что я её не вижу. И тогда она спокойно сидела и подчеркивала. Но если я вдруг её начинал видеть, она сразу хотела улететь. Почему так? Потому что у неё есть слабый разум, она не знает, что я хочу. Она не может понимать, этого видеть. Просто включается страх, и всё. И поэтому она на страхе на этом действует. То есть, видите, у эгоизма, у чувства собственного достоинства у человека есть такое понятие, как чувствительность. Чувствительность. Или ощущения, приятные или неприятные. Это всё действия эгоизма. Допустим, если у мужчины эти ощущения сильно ослаблены с точки зрения приятные или неприятные, они есть, но они слабее работают, то женщины работают очень сильно. Допустим, если ей неприятно, вот на лекции, допустим, она думает, ну как я буду слушать эту лекцию? Мне просто неприятно. Бывает голос, допустим, у неё такой голос неприятный, как вы его слушаете? Вот это всё работа эгоизма. Но если человеку знание, допустим, нравится, он чувствует, что полезно, то он привыкает к голосу, потом говорит, нет, приятный, нормальный голос. То есть это всё означает, что у человека есть определённые функции, которые дают ему возможность отношений или не дают возможности такой. Эти функции работают с помощью чувств, то есть у нас есть чувства, но основой этой деятельности чувств также является эгоизм или чувство собственного достоинства. У женщин он более чувствительный, у мужчины более твёрдый, такой непреклонный. Мы ещё поговорим на эту тему, но единственное хотел бы сказать, что уважение к самому себе основано всегда только на знании, как правильно жить и на включении истинного эгоизма. Истинный эгоизм и ложный эгоизм. Истинный эгоизм означает, что я меньше боюсь и больше забочусь, а ложный эгоизм означает, я больше боюсь и меньше забочусь. Когда человек служит своей жизнью другим людям смело, не боится от того, что его ранят непониманием или корыстью, или неуважением, то в этом случае у него работает истинный эгоизм. Он основан на знании. Но если человек... И человек чувствует себя достойно в это время, он достойный человек. Бывает, человек пытается чувствовать себя достойно, когда у него ложный эгоизм, основа его жизни. И такой человек является отрицательным героем. Допустим, взять доктора Айболита Бармалей. Бармалей, он всегда злой. Почему? Потому что у него страх, он как бы выживает. Он пытается выживать. А доктор Айболит, он пытается всем помогать. Или там, допустим, давайте жить дружно. Там вот этот вот кот и эти мышки. Ну, то есть мышки, они на страхе пытаются, агрессивно себя ведут. А кот, он основывается на знании. То есть он им прощает все время и говорит, давайте жить дружно. Понимаете, да? Или, допустим, почтальон Печкин. То есть он как бы... У него очень однотипное мышление. То есть надо вот так. Все, у него нет вариантов. Предлагают какие-то варианты, посылку забрать. Вариантов нет. Потому что мышление основано на страхе, оно не основано на знании. И так далее. Ну, то есть идея заключается в том, что когда человек в целом не настроился правильно, отношения с ним строить практически невозможно. То есть есть три типа настроения людей. Первый тип настроения — это невежественное настроение, когда человек очень сильно замкнут на себе, и он настроен, чтобы все было так, как он хочет. Эти люди страдают очень сильно, хоть часто и думают, что они счастливы. Бандитский мир основан основой как бы вот этого поведения. «Я прав», потому что «Я прав» является криминальный мир. Вот классический пример. Там этот эгоизм, вид эгоизма очень сильно утвержден. Там люди, они как бы, достоинство для них — это подавить волю другого, показать свою силу. Иногда этот вид достоинства, он нужен для жизни, для победы. Например, на войне человек должен показать свою храбрость, его чувство собственного достоинства побеждает, он ломает противника, его чувство собственного достоинства, храбрость. В этом случае этот вид эгоизма, направленный на утверждение себя и подавление другого, является священным даже в каких-то случаях. И все равно для того, чтобы он был священным, человек не мотивирует это тем, что «я хочу тебе показать, что я лучше», а он мотивирует это тем, что он сражается за Родину, что он хочет, чтобы близкие все были счастливы, чтобы страна была счастливой. То есть он мотивирует это высокими идеями. Такими другими словами, его желание подавить не основывается опять на корысти, даже в этом случае. Видите, хотя и работает на подавление. Таким образом, бывает так же в отношениях с детьми. Допустим, я очень твердо себя веду. Твердая жизненная позиция сейчас в современном мире все меньше признается как любовь. Ну то есть человек, допустим, сильную позицию имеет, его называют диктатором, если он управляет. Но если он при этом это мотивирует высшими целями какими-то, и он власть устанавливает для порядка, то разве это не является самой благородной идеей и святой? Видите, чувство собственного достоинства у разных людей может быть по-разному устроено с целью принести счастье этому миру. Допустим, у родителей должно быть строгое чувство собственного достоинства по отношению к детям. Сейчас в современной культуре считается, что перед детьми надо прыгать на задних лапках. Но тогда мы видим, что опять два эгоизма, они неправильно стоят. Вот как вы думаете, как должны стоять два эгоизма или чувство собственного достоинства у ребёнка и у отца, или у матери? Где у кого должно быть больше достоинства? Конечно. Если родители унижены перед детьми, тогда что происходит? Ребёнок и так разума у него нет, а он начинает считать себя лучше родителей, только потому, что они сами ему это позволили сделать. Теперь у кого больше жизненных сил? У родителей или у детей? У детей. Это значит, не позволить им обнаглеть очень сложно. Нужна реальная стойкость, потому что у детей много энергии жизненной. У них больше сил отстаивать свои права в отношениях. Теперь у кого больше сил отстаивать свои права в отношениях? У мужчин или у женщин? Это был вопрос на засыпку. Ни у кого. Всё зависит от отношений. Если отношения более близкие, то у женщин больше сил. Если отношения более формальные, то у мужчин больше сил. Поэтому женщина пытается установить близкие отношения. А мужчина пытается деловые отношения установить в жену. Я тебе сказал, как надо, делай. Пытается так себя вести. Ну, это другой вопрос. Мы будем об этом говорить. Зачем это надо? Может быть, это и надо. Сейчас мы с вами просто тему эту подняли, чтобы вы понимали, о чём речь. Мы сейчас в терминах договариваемся. Дальше, следующая тема — это ум человека. Ум. Слово ум интересно, что оно есть в русском языке. Санскритское слово «манас» очень походит на русское. Там одна и та же буква «М» — ум. И смысл этого слова заключается в том, что все знают, что мы умом думаем, в уме думаем, что там находится настроение. Практически никто не знает, в чём разница между умом и разумом. Только некоторые понимают, что есть разница между умным и разумным. Что лучше, быть умным или разумным? Разумным. Видите, вы знаете, разница есть. Итак, мы сейчас раскроем эти термины. Итак, у человека есть ум. Он является основой жизни. Там находятся чувства у нас внутри. Мы чувствуем этот мир через ум. Ум — это система разных психических каналов, которые обеспечивают человеку возможность функционировать, жить. Потому что каждый орган, каждая клеточка питается энергией счастья. Самое главное, что человеку нужно, — это счастье. Главная сила. Даже когда мы кушаем пищу, некоторые говорят, пища состоит из белков, углеводов и жиров. И это главное в ней. Ну хорошо, тогда ешь один жир. Вот возьми, ешь один жир, один белок ешь, один сахар. Ты будешь счастлив от такого питания? Нет. А мы хотим вкусно кушать, правда? Так вот, знаете, вкусно означает энергия счастья. Это энергия счастья, заложенная в пище. И это главное в пище. Если энергии счастья нет, то органы, каждый орган имеет свой диапазон энергии счастья. Печень хочет, чтобы все было хорошо сделано. Когда человек имеет, испытывает трудности в действии, страдает печень. Когда нет доброты в отношениях, страдает сердце. Не хватает доброты, это энергия счастья, доброта. Когда есть суета, страдает кишечник. Когда человек все делает слишком с большим напряжением, страдает позвоночник. Когда наступает отчаяние, страдают суставы. Когда есть депрессия, страдают легкие. Когда человек не отдыхает, страдают почки. Когда человек перенапрягается больше своих возможностей, страдает головной мозг. И так далее. Видите, оказывается, без счастья никак не проживешь. Потому что даже организм весь питается энергией счастья. Больше того, у нас есть тонкие психические каналы, которые являются основой хронических заболеваний. Если через какой-то канал, в какой-то орган не поступает достаточно психической энергии, потому что этот канал туго работает, забивается какой-то силой негатива, напряжение, усталости, туго работает, то тогда орган теряет силу. Он не может работать нормально, и ему не хватает сил. В результате наступает хроническое заболевание. Ну, то есть, видите, даже с точки зрения просто нормального функционирования человек должен быть удовлетворенным. У него должно быть достаточно счастья в жизни. И он в этом случае говорит, у меня хорошее настроение. У ума человека существует три сферы функционирования. Первая сфера называется «мне хорошо» или «мне плохо». То есть, это сфера, которая находится внутри меня. Эта сфера трудно познаваема. Она познаваема через глаза, потому что глаза являются зеркалом ума, не души, а ума. То есть, настроение, характер человека, его период жизни — всё это распознаётся через взгляд. Глаза указывают на то, как человеку сейчас жить. Если человек внимательный, он может распознать очень быстро по взгляду. Даже если не видно глаза, там некоторые говорят, что надо видеть конкретно радужку, чтобы распознать. Это материя. Мы говорим сейчас о психике. Я вижу глаза каждого из вас, а именно взгляд. Я вижу взгляд. У кого-то взгляд усталый, у кого-то взгляд бодрый, у кого-то счастливый, у кого-то грустный, у кого-то находится в горе. Это всё видно просто по вам. И здесь не надо быть каким-то экстрасенсом. Понимаете, как меня обвиняет интернет? Он считает себя экстрасенсом. Я считаю себя просто человеком, который смотрит. Если вы смотрите, значит, увидите. А если вы не хотите смотреть, это значит, что это ваша проблема. Шерлак Холмса же никто не обвиняет, правда? За то, что он смотрит. Так просто внимательность даёт возможность видеть человека, глубину его жизни и так далее, изучать это всё. Это означает, что есть определённая психическая энергия, которая исходит от человека. Эта энергия называется энергия ума. Ума есть энергия своя. И эта энергия ума, её шкала оценки — это счастье. Бывает счастливый человек, бывает несчастный. Означает несчастье, означает не хватает нормальной работы ума, а счастливое означает хватает. То есть ум нуждается в счастье, и постоянно им нужна энергия счастья. Это самое главное, что человеку нужно в этом плане, для того, чтобы нормально жить. Ума есть пять чувств познания. Все эти чувства, они связывают все три вида психической деятельности человека друг с другом. И прежде чем об этих связях говорить, я вам расскажу о разуме. Да, ещё немножко об уме. В уме находится судьба человека. То есть наша судьба, то есть что это такое? Это когда вдруг неожиданно стало тяжелее жить. Или вдруг стало легче жить само по себе. Когда человек живёт достаточно долго, он понимает, что такие периоды есть. То есть я жил-жил нормально, потом раз, ни с того ни с сего, мне тяжелее стало. Или в отношениях, или в здоровье. То есть есть три сферы отношений. Но это немножко другое, чтобы вас не путать. Давайте я закончу про три сферы ума. Первая сфера — это внутри себя. Ну то есть это означает взаимоотношение с самим собой. То, о чём мы заявили, что вначале будем говорить. Я мне хорошо, я чувствую себя хорошо. Вторая сфера деятельности ума. Там тоже ум функционирует. Это взаимоотношение меня с кем-то. Вторая сфера моей жизни — я с кем-то. Это моя жизнь. Некоторые говорят, это тебя не касается, ты внутри себя только. Отстранись, не обращай ни на что внимания. Но если тебе в попу суют иголочку, и говорят, не обращай внимания, отстранись. Ты не можешь отстраниться, потому что тебе больно. Ну ты отстранись. Это я критикую некоторых психологов, которые такое мышление имеют. Они говорят, ну ты не обращай внимания. И всё, и тебе будет хорошо, не обращай внимания просто. Но давайте ему засунем иголочку в попу, и пускай он не обращает внимания. Посмотрим, как это работает. Боль, она не только физическую природу имеет, она имеет также психическую природу. Есть боль в чувствах, есть боль в уме, есть боль в разуме, есть боль телесная. То есть есть разные виды боли у человека, и боль всегда означает как раз вот эта сфера между мною и тобою. Понимаете, вот эта сфера, там находится боль между мной и тобою. Но самое удивительное заключается в том, о чём многие люди не догадываются, что моя сфера моей жизни находится также внутри другого человека. И там всё работает интересным образом. Или он верен мне, этот человек, или нет. Ну, то есть он готов принимать меня и мои взгляды, или нет. Причём некоторые люди говорят, я принимаю тебя, но твои взгляды нет. Я тебя принимаю, твою веру не принимаю. Это нечестно. Или ты меня принимаешь полностью, или вообще не принимаешь ты. Бывает, человек говорит, я тебя принимаю, но твои поступки не принимаю. Это честно. Вот это и есть самое главное, правильная честность. Но если человек даже взгляды человека не хочет принимать, то тогда в чём принятие? Потому что взгляды человека являются самой большой его ценностью в жизни. Поэтому третья сфера существования самая сложная. Нет гарантии, что близкий человек, который поклялся, что он будет с тобой всю жизнь, что он будет тебя принимать всю жизнь. Может так случиться, что он перестал понимать тебя, твои взгляды, твоё понимание жизни, потому что оно меняется в течение жизни. Если оно меняется несинхронно, это очень опасно. Поэтому если вы чувствуете, что вы меняете свои взгляды, вы, пожалуйста, объясняйте это своим близким. Иначе может так случиться, что ваши взгляды будут непоняты и в результате может разрушиться семья. Потому что всё начинается как раз с этой третьей сферы жизни. Один не понимает другого. Видите, даже если близкий человек уже далеко где-то, то есть его куда-то занесло, надо всё равно улыбаться, иначе нет шансов вместе жить. Ну то есть я улыбаюсь тебе, значит я принимаю тебя. То есть я готов дальше с тобой жить. Ты человек, у тебя всё меняется в жизни. Ничего страшного. Я принимаю, я улыбаюсь. Я улыбаюсь. Я улыбаюсь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»